Привет, друзья! Моё сегодняшнее видео это будет ответ, наверное, на один из самых часто задаваемых мне вопросов на протяжении, ну, пары, а может и тройки лет уже. Вот реально, один раз в неделю, два раза в неделю кто-то, да, обязательно спрашивает. Посвящен он будет перекосу шнура на мультипликаторной катушке. Многие люди, кто покупает мультипликатор первый раз, сталкиваются с тем, что шнур идёт конусом либо в одну, либо в другую сторону. Так как опыт с мясорубками у людей есть, знают, что это не совсем нормально. По крайней мере, если нужен конус, то он должен быть конусом, не нужен, нет. А на мульте непонятно, что делать. И постоянно меня все спрашивают о том, как быть, как этот конус исправить. В целом, я скажу так, в любом случае, на любых катушиках, в зависимости от конструктива, даже на самых дорогих, за 400-500 долларов, есть небольшой перекос шнура либо в одну, либо в другую сторону. Нет, бывает, вот, например, у меня зилиум, тот вообще мотает прям идеально. Зилиум старый. Это ничего страшного, это не мясорубка, здесь, в общем-то, никакой особой роли не играет. Единственное, что когда сильный перекос, ну, прям вот, вот как сейчас вы на фотографии увидите, это вот на этой катушке такой перекос был, тогда да, надо исправлять. Как это исправлять, я сейчас вам расскажу. Буквально две недели назад человек мне написал и прислал фотку, что у него тоже такой дикий конус. Я сначала подумал, что это брак, ну, точнее, я и так ему написал. Это я сейчас, когда мотал эту катушку, наматывал на нее шнур, чтобы потестировать. Это, я не помню, сказал и нет. Это писцефановцы мне прислали. Персеус, новая их катушка, тоже попробую, что это такое. В общем, на ней у меня был прям конус, вот как на фотографии, в одну сторону прям очень сильно. Это с него фотографии сделано. Я удивился, думаю, как так, потому что катушка на базе торрента, по сути, тот же самый торрент. Почему такой конус, как исправить? Я туда-сюда, и я понял, что у меня здесь сильно, очень сильно затянут осевой тормоз. Осевой тормоз, если кто не знает, вот эта крутилочка, вот она, это осевой тормоз. И он прям был сильно затянут. Это, походу, с завода она такая шла. Я как-то просто не обратил внимания, сразу шнур намотал. Это что значит? Осевой тормоз сильно затянут, и он сдвинул шпулю по направлению крышки. Соответственно, один бок у шпули сильно сдвинулся, и на него, шпуля смещена, на него сильнее будет больше наматываться с одной стороны и образовываться такой вот конус. Что для этого, соответственно, нужно сделать, чтобы от этого конуса избавиться? Достаточно просто убрать осевой тормоз. Убрать до легкого люфта шпули, вот здесь. Прямо вот так пальцем трогаете, легонько в стороны, и чтобы она чуть-чуть шаталась. И все. Вот этого достаточно практически, чтобы получить идеальную намотку на любой катушке. Но, еще один раз напомню, в зависимости от конструктива катушки и независимости от ее цены, иногда возникает небольшой перекос в одну или в другую сторону. Это не страшно. Страшно это то, когда, как вы на фотографии видите, вот такой перекос, это страшно. Тут и врезки, и шнур будет между витками попадать, и как угодно. Когда небольшой перекос, не страшно. Собственно говоря, вы сейчас видите фотографию, результат перемотки на эту же катушку очевиден. То есть, практически идеальная намотка. Я ничего пальцем не поправлял, ничего не лез, просто чуть ослабил осевой и заново намотал шнур. Все, укладка практически идеальная. Поэтому не затягивайте осевой тормоз. До легкого люфта ослабляйте. Спасибо за внимание. Надеюсь, я исчерпывающе ответил вам, тем, кто меня спрашивал на этот вопрос. Жду вас в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.